Татьяне Букиной было около 30 лет, когда впервые она решила попробовать вышивать крестиком. Чем занять себя молодой женщине в часы отдыха маленьких детей? Тихое и спокойное хобби стало идеальным вариантом. Первые работы Татьяне давались нелегко. В этом деле необходимо много терпения. Училась сама с помощью видеоуроков. Любимой тематики нет, нравится все, что способно вдохновить. Жизнь меняется быстро, все меняется, все течет. Нравились цветы, потом начали нравиться пейзажи, потом захотелось вышить церкви какие-то. Потом опять перешла на цветы. Цветы все больше новые какие-то. Не цветы даже, но деревенские мотивы очень нравятся. Сейчас в коллекции Татьяны Букиной более 30 картин. Мысли о продаже никогда не было. Свои работы она может только лишь подарить. Каждая несет свое настроение. Многие вышиты с фотографий, которые делает ее муж. В основном это пейзажи. Собственно, супруг и уговорил женщину участвовать в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Вышитая картина, она на Руси занимала ведущее место. И издавна многие вышитые работы сейчас хранятся в тех или иных музеях всего мира. То есть, чтобы сделать один мазок красками, скажем, это уходит небольшое время. А здесь, чтобы этот же самый мазок сделать, вышить, это, как правило, несколько сот, а иногда и больше, то есть крестиков, которые занимают много времени и труда. С этим проектом на премию Татьяна идет не первый раз, но не перестает надеяться, что кто-то заинтересуется мыслью о продолжении русских традиций вышивания картин. Она хочет организовать класс для молодежи, чтобы передавать свой опыт. Пока работой женщины вдохновляются только домашние. Рукоделию она научила своих сыновей. Я с детства на них смотрю, наблюдаю и сам вышивал. В детстве, когда маленький был, то есть она меня как-то не заставляла, конечно, но мне было тоже это интересно. И мне очень нравится то, что в доме не голые стены, а все украшено и красиво. При создании одной картины Татьяна использует более 50 цветов нити. Много сил, внимания и умения требуют цветотени. Помимо полотен, женщина плетет крючком одежду и элементы декора – скатерти, салфетки, платья и кофты. Хотите, примерите? Она у меня на работу маленькая. Она будет в самый раз. Она безразмерная. Замечательно. Смотрите, какая прелесть. Неделю, да, вот такая кофта? Нет. Больше? Больше. Ну, месяц. Вот так, да. Чуть-чуть. Вот так нормально. Вот так вот месяц, и у вас будет замечательный такой джемпер с собственными руками связанный, который будет приятно носить и с чувством собственного достоинства, что сам сделал. Еще и красивый. И все будут завидовать, потому что эксклюзив. При всем изобилии работ свою главную картину Татьяна еще не вышила. Говорит, когда поймет, что это лучшее ее творение, закончит долголетнее хобби. А пока продолжает жить творчеством. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.